Мы направим в Астанину. Папа Грузии! Папа Грузии! Всем привет! Хотел бы еще сказать пару слов об инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Как вы могли заметить, на инаугурации не присутствовал Михаил Саакашвили. И это достаточно странно, поскольку еще тогда, когда был первый тур, Михаил Саакашвили обещал приехать сразу после первого тура, когда Владимир Зеленский занял первое место. Но Саакашвили не приехал тогда, поскольку мотивировал, что Порошенко формально еще президент и он бы через пограничников запретил бы ему пересечь границу. Но вот сейчас, в день инаугурации, казалось бы, Петр Порошенко уже потерял власть, он уже не имеет никаких полномочий, какие-то приказы давать пограничникам. И Саакашвили мог, сразу Зеленский сделал свою клятву, получил удостоверение, мог бы пересечь границу. Но, тем не менее, Саакашвили не приехал. И вот он прокомментировал то тем, что все равно пограничники его не пускают. Мне надо просто допустить на территорию Украины, так как погранвойска от Порошенко получили запрет на мой въезд. Я думаю, что, и надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Естественно, я собираюсь, собираюсь в Украину. Надеемся, что Владимир Зеленский не будет затягивать с решением этого вопроса и предоставит возможность Саакашвили пересечь границу Украины. При этом, что достаточно характерно смотрится на фоне неприезда Саакашвили на инаугурацию, приезд в Украину Игоря Коломойского и бывшего заместителя администрации президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Портнов скрывался за границей практически всю каденцию Петра Порошенко и приехал в Украину буквально перед инаугурацией. То есть он почувствовал, что вот наконец ему будет безопасно в Украине, хотя еще формально Порошенко был президентом. А вот Саакашвили не приехал, потому что он чувствовал некую опасность. Возникает вопрос, почему для Портнова оказалось безопасно, а для Саакашвили по-прежнему опасно. Мне на самом деле эта ситуация не очень-то и нравится. Многие зрители и читатели воодушевились интервью Портнова о том, что он собирается посадить Петра Порошенко, рассказывает, как он будет заводить в отношении него уголовные дела и радуется по этому поводу, что вот наконец Порошенко накажут. Но нужно понимать, что желание Портнова посадить Порошенко не связано с его позицией, что вот нужно сделать Украину самой счастливой страной в мире. Это месть за то, что Портнов и его команда, команда Януковича потеряли власть в 2014 году. То есть просто вдумайтесь, они занимали высокие посты. Портнов был замглавы администрации президента. И тут бах, просто вот так вот, он теряет власть и вынужден бежать. Естественно, вот эта злоба, эта ненависть копилась в нем эти пять лет и он желает мести, он желает расправы. Это просто личные разборки. Это никак не связано с тем, что Украина будет после этого счастливой. Интересно, что Портнову Арсен Аваков уже выделил вооруженную охрану полиции под автоматами. То есть для Арсена Авакова, министра внутренних дел Андрей Портнов, это очень уважаемое вип-лицо, которое нужно охранять. То есть бывший чиновник, топ-чиновник Януковича нуждается в охране. При этом, естественно, что никакой охраны Саакашвили не предоставили и не собираются предоставлять. Это еще один пункт, еще одна причина, почему нужно немедленно убирать Арсена Авакова с каких-либо должностей. И даже если выборы парламентские пройдут, естественно, Аваков не будет избран министр внутренних дел как член коалиции, то нет никаких проблем назначить его на какую-то другую должность путем административного назначения. И если это будет сделано, то, к сожалению, это очень большая беда для Украины. И тот факт, что все эти Портновые, Коломойские, они приехали до инаугурации, а Михаил Саакашвили не приехал, и он говорит, что мне опасно находиться в Украине, это очень нехороший знак, если честно. Слава Грузии! Слава Грузии! Я хочу спросить, а Михаил Саакашвили, он сказал, что приезжает в Украину. Ну, приезжаем. Как вы думаете, как вы видите его роль в политике в Украине? Мне кажется, что самую главную роль Михаил Саакашвили делает сегодня для Украины, когда защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, что он серьезный очень дипломат и серьезный консультант для любого человека, для любого кандидата, который сегодня идет в политику и который станет президентом. Я думаю, что помощь такого человека, я думаю, понадобится. Вам понадобится? Я не торгую постами. Самый важный глобальный вопрос для всех украинцев, которые будоражат нашу нацию, вот уже не первый день. Вот. Это выступление нашего замечательного губернатора. Выступление. И вот, я прошу прощения, ну, вот вы видите, да, вот заправленная штанина. Безобразие. Безобразие. Просто я вообще, я был... Как я вообще узнал про эту штанину? Да, вот идея. Вечером, включая новости и комментарии официальной представительницы, типа красивой представительницы, министерства, я сказал, в России. Типа Великой России. Великая Россия, великая представительница Министерства инославных дел. Срочная новость из Украины. Срочная новость из Украины. Срочная новость из Украины. Нападение. Вдруг сообщает, что главная новость у них, в российской державе, что у меня носок заправленная штанина. Слава Грузии! Слава Грузии! Ведущий. Известный КВНщик. Как нет? Ну, раз у нас есть такой известный КВНщик, мы Олега Филимонова попросили подготовить домашнее задание. Пожалуйста. Сейчас микрофон вынесут. Домашнее задание. Значит, чего же ждут одесситы от Михаила Саакашвили и его команды? Ну, во-первых, здравствуйте, страна. Во-вторых, я, обожаю, буду разговаривать российскую мову. Это вы передо мной, извините? Да. На всякий случай. Вы начальник. Ну, а теперь, позвольте, наверное, я все-таки начну не с того, что одесситы ждут от Саакашвили, хотя мы, в общем, я и мои друзья, и достаточно большое количество одесситов, и это видно по опросу, с восторгом приняли приход Михаила в Одессу, в Одесскую область. Но, тем не менее, я бы хотел буквально несколько слов сказать об Одессе, если можно. Об Одессе, об области, об Одесской, об одесских людях, о проблемах Одессы. Это все у меня займет буквально несколько минут. Можно? Конечно. Одесса. Значит, с момента принятия указа о том, что Одесса должна быть построена, и Катерина, когда его издала, Одессу строили варяги. Строили в Одессу французы, Лонжерон, Дюк-де-Ришелье, Девалан, Испанцы, Дерибас, Греки, Морозли, все, даже Михаил Воронцов был, в общем-то, не одесситом, а из Санкт-Петербурга. То есть строили в Одессу пришлые люди. И тем не менее, Одесса получилась такая, какая она есть сегодня. Она замечательная, она европейская, она красивая. Это море, это прибрежная зона совершенно фантастическая. Это огромное количество санаториев, которые все уже раздеребанили. И их нету на сегодняшний день. То есть она из города-курорта превратилась в город-труженик. Но город-труженик тоже дышит на Ладан, потому что заводы постепенно закрывались. И мой внук недавно поймал краба на берегу, сказал, дедушка, вот краб. Я страшно удивился, потому что в Одессе уже давно крабов не ловили и морских коньков. Значит, вода очищается, потому что производство не работает. Но в Одессе есть мощный потенциал, в Одессе есть порты. Они не замерзающие, они глубоководные. Это то, чтобы Одессу двигать дальше. В Одессе есть очень трудолюбивые люди. Их огромное количество. Причем Одесса, она же, вы знаете, она мультикультурная и мультинациональная. У меня во дворе на Молдаванке, где я жил, жили представители восьми или девяти национальностей. Там даже жил обессинец. Значит, там были цыгане, евреи, молдаване, украинцы, русские, один итальянец, один грек. То есть в Одессе вот всегда было именно так. Одесса была всегда толерантным городом. Городом, в котором могли дать в морду, но любили выслушать друг друга, уже потом бить в морду. Значит, поэтому Одесса специфический город. И вот взаимоотношение одесситов между собой, оно всегда сдерживалось на том, ты мне делаешь, я тебе делаю, давай мы сделаем вместе что-то. Как говорили в Одессе, надо сделать хороший гешефт. И этот хороший гешефт в основном в Одессе получался до тех пор, вот пока ее не начали со всех сторон душить. Душить это регулировать. Что такое регулировать? Ну, в общем, тут я бы хотел сказать буквально два слова об отношении одесситов к власти. Причем к власти разной. Сперва к Верховной, то есть Верховная Рада, да. Я как-то общался с одним моим студентом, который впоследствии стал депутатом Верховной Рады. И задавал я ему простые вопросы, как на экзамене по английскому языку. Как-то я юриста спросил, is this a table? Он мне сказал, yes, I am. Значит, вот такой у меня был студент. Ну, а этот получше был. И я у него начал спрашивать, а вот сколько стоит хлеб в магазине? Он затруднился. А вот этот пакет молока, он точно не мог знать. А вот проезд на маршрутке от площади, от Греческой на, допустим, на поселок Котовского. Не знал. Но зато знал хорошо, сколько стоит Патых Филипп золотой, сколько стоит Бентли. То есть, как только народ куда-то туда вырывается, они забывают, очевидно, о том, откуда они пришли, о том, чего от них люди ждут. И воспринимают вот эту свою позицию, это относится и к городскому нашему руководству, воспринимают эту свою позицию как бизнес, как возможность заработать, или, как говорят в Одессе, накосить деньжат по-легкому. Значит, спасибо. Народ к власти относится скептически. Одесский такой человек, он на власть, знаете, он смотрит с опаской. Что еще, какой еще каверзу ему придумают в следующую минуту. И поэтому вот само то отношение одесского человека к власти, оно вызывает зачастую неприятие. И поэтому лично мне было очень радостно, что вот моя там когорта друзей моих, бизнесменов, людей, которые занимаются наукой, моих партнеров там по бизнесу, по теннису, когда вот мне позвонили и сказали, ты знаешь новость? Я сказал, я не знаю. Миша Саакашвили идет в Одессу. Я говорю, вы обманываете, спорим на ящик коньяка. Значит, я проиграл. Действительно, Миша, вы пришли в Одессу, и это слава Богу. Теперь буквально два слова о том, что в Одессе происходит. Вот, конечно, коррупция, это просто даже об этом, ну я не знаю, это как на уровне трюизма. Коррупция, естественно, она есть. Причем она преследует человека от роддома до кладбища. То есть человек рожается, ему надо заплатить акушерки, дальше детский сад надо заплатить, потом в школу хорошую надо заплатить, потом ты идешь, устраиваешься на работу, надо желательно заплатить, потом ты работаешь, тебе нужно справки, ты идешь, платишь за справки, и потом, когда тебя уже, наконец, даст Бог, надо будет закопать, ты все равно заплатишь деньги, чтобы тебе дали нормально твоим родственникам. Значит, поэтому я приведу один маленький пример. Вот это пример из моей жизни, пример, который вот, конечно, я не могу говорить так, огульно, допустим, там, плохой мэр, я не знаю, может быть, он и хороший, но короля делает свита, а вот рядом какие-то, ну просто упыри, вы знаете, это вот если пиявки, они для организма бывают хорошо, то вот те, кто присосался к этому организму одесского человека, и они высасывают не только плохое, пиявки же плохое, а эти и хорошее, и плохое, и вот сколько можно дарить. Значит, маленькие примеры жизни. Знакомые американские люди купили землю в Одессе, много ли, больше 10 лет тому назад, и вдруг решили построить на этой земле, это прямо под мэрией, внизу. Значит, там замечательно, это бомжатник сейчас такой, и если выглянуть из окна мэрии, то можно увидеть девушек наилегчайшего поведения, которые прохаживаются по таможенной площади, и наркоманов, которые курят косяк и там что-то такое себе набивают. Значит, это прямо под окнами, Эдуард Васильевич не даст соврать, там внизу есть, бывшая школа мореходных. И вот американцы, они оказались моими знакомыми, говорят, Алик, помоги там как-то осуществить какие-то контакты, может быть, каких-то людей. Я говорю, хорошо, я помогу. И началось. Значит, вам не эту эпопею, это можно в кино показывать, можно рассказывать везде, но, допустим, город, для того, чтобы построить какое-то здание, это торгово-развлекательный центр, нужен генплан. Генплана в Одессе нет, значит, нужно детальный план территории. Детальный план территории город заказывает у проектной организации. Проектная организация в Киеве, она делает всем городам эти генпланы. Город заказал, инвестор оплатил этот детальный план территории. И теперь его надо принять на сессии Горсовета. Ну, на сессии Горсовета его не принимают. Я начинаю спрашивать, почему не принимают. Ну, потому что как-то не время. Хорошо, не время одно, второе, третье, не время, пятое, не время. Значит, и по итогу финальная часть этого марлезонского балета приблизительно такая. Как-то вызывают меня там в управу. И большой начальник мне говорит, Талик, город замерзает. Я говорю, ну так я живу здесь, я тоже, я в курсе событий, что город замерзает. Надо уголь купить. Я говорю, в каком смысле уголь? У меня нет угля, я не сумму. Я могу у себя в огороде накопать немного, но это же мало, на город оно... Нет, ну надо купить, скажи инвесторам, ну там приблизительно 16 миллионов гривен, ну это тогда было около миллиона долларов. Пусть они купят уголь. Я говорю, хорошо, я же не отказываюсь, я позвоню. Я звонил по скайпу инвесторам. Поэтому я видел глаза главного инвестора, когда я сказал про уголь на миллион. Знаете, смотрели Пришелец-2. Вот такие глаза стали у инвестора, который говорит мне... Сейчас у вас не сел, я вам скажу, за это, я знаю этот проект, 600 тысяч долларов. Понизили цену. Я понял. Значит, ну это уникально. Она говорит, слушай, а как это уголь? Я говорю, ну уголь просят купить. Она говорит, ну мы же американская компания. Ну как мы можем купить на строительство торгового центра уголь? Они что, будут этот уголь закапывать в яму, в котлован, или делать из него сваи? Что с этим углем? Я говорю, наверное, топить будут. Ну, в общем, короче, все. На этом окончание вопроса. И люди, которые хотели 60 миллионов долларов во время войны, во время этого сумасшедшего дома, потратить на город Одессу, они сами в прошлом, Одесситы когда-то были, они, их, значит, вот по этому кругу разворачивают. Это маленький пример из того, что происходит в этом городе, в нашем любимом, в нашей Одессе. И как мытарят вот этих несчастных бизнесменов. Я про себя не говорю, у меня нормально. Я в театре играю, я там, то, сё. Как бы у меня есть там кинотеатры, у меня нормальный бизнес, я живу нормально. Но простой человек, который хочет что-то решить. Яркий пример, седьмой километр. Есть такой оптовый рынок в Одессе. Даже входил в книгу рекордов Гиннесса, как самый крупный оптовый рынок Европы. Значит, он дышит наладом. Хотя еще несколько лет тому назад все было шикарно. По-моему, в районе 80 тысяч рабочих мест. Тысячи контейнеров, каждый из контейнеров платит арендную плату. Поступление в местный бюджет, поступление в федеральный бюджет. Каждый из работающих там содержит еще 2-3 человека. То есть у кого-то мама, у кого-то папа. Кто-то кормит своих детей, понимаете. Кто-то еще что-то. Как бы вокруг этого некая инфраструктура существует. И эти люди работают, да, они на себя. Но кто-то привез в мешке два мешка носков из Турции, а кто-то из Китая контейнерами возит обувь. Это не важно. Важно, что люди заняты, люди работают и помогают жить остальным людям. И вокруг этого это можно сказать, что в общем такое, ну, как это называется, я забыл. Системообразующее предприятие, можно так сказать. Нет. Здесь есть представители таможни, да, мне говорили, что есть представители таможни. Два слова об Одесской таможне. Я очень хорошо знаю вопрос. Я люблю таможенников, они любят меня. Я у них выступал всегда. В общем, очень хорошо меня встречают всегда. Значит, ну, сидят дядьки, приватизировали полтора метра границы. И, значит, они не создают ни прибавочную стоимость, ни продукт, ничего. Они стригут бабло. Они, значит, трамбуют мешки. И человек, который купил контейнер, и который хочет этот контейнер завести нормально, по-белому, без всяких именно курс таможенной стоимостью, не называет эту обувь галошами из Объединенных Эмиратов. А это нормальная обувь, да, за нее нужно заплатить. Но он не может заплатить 150 тысяч долларов, потому что пропадает как бы эффект бизнеса. Ну, надо же это растамо, потом это довести, потом это продать, потом собрать деньги, заплатить налоги. Он не может это вот туда в карманы дать. А эти сидят, стригут, раздают туда-сюда, сюда-сюда-туда. Причем сидят они, рядом с ними сидят наши друзья из службы безопасности, которые контролируют это. С другой стороны, прокуроры ездят и судьи одесские на Бентлях. Есть такие ребята в Одессе. Есть. Кто одесситы? Знаете, на Бентли? Пара судей ездит на Бентли. Значит, чтобы заработать на это Бентли, ему нужно 108 лет ничего не кушать, не пить, не ходить в школу, детей не растить, просто собирать эти деньги, свою зарплату. 108 лет. Значит, и что получается? Вот получается такой некий когнитивный диссонанс. Вроде бы замечательный город, замечательное население этого города, люди, фантастические, работоспособные, талантливые, умные, хотят работать, хотят жить, хотят нормально жить. и существует, ну, назовем это стая, стая или стая, я не знаю, кровопийцев, которые ничего этого не дают делать. И поэтому, когда мы услышали о том, что приходит Михаил, вот тут начинают как-то у людей открываться глаза, и появляется, появляется надежда. А надежда, это очень, это великая вещь. Без надежды невозможно дальше двигаться, без надежды невозможно жить. Потому что Михаил это сделал в Грузии, и это реально. Я знаю людей, которые в Грузии. Я был в Батуми, друзья. Это, как говорят в этих самых фильмах немецких порнографий, das ist fantastisch. Значит, вот это действительно круто. И это сделали. Сделали в Грузии, сделали там, сделали в Поти. Делают везде. Вот я ехал с товарищем сюда, он был в Кахете, и говорит, потрясающе, все восстанавливают, памятники старины восстанавливают. То есть, у нас, как бы, если экстраполировать, говоря, извините, научным языком, я когда-то был доцентом университета, это все на Одессу, то есть перспектива. И вот эта перспектива, она очень заманчивается. Заманчива, потому что Михаил приехал не сам. Он привез с собой таких людей, как Саша Боровик. Это вообще, это что-то такое. За пределами, друзья мои. Я читал про Сашу, я знаю, что я говорю. Привез с собой людей, у которых горят глаза, которые к черту бросили работу, бросили обеспеченные какие-то позиции в своей жизни. В конце концов, поуезжали из Америки, из Франции. Там неплохо, ребята, я там бывал, там очень неплохо жить. И приехали сюда, где война, где разруха, где проблемы, где куча проблем. Но они приехали сюда для того, чтобы нас как-то вытягивать из этого. И я, вы знаете, я очень верю в то, что это получится. И вот здесь сидят одесситы, я бы хотел обратиться и к одесситам, и вообще ко всем. Я как-то был в Америке, я много там бывал, и был в Вашингтоне на Орлентонском кладбище, и там могила Роберта Кеннеди. И на ней эпитафия, я по-английски, конечно, хорошо, но я переведу на русский, чтобы всем было понятно. Там написано такое вот. «Мы все ручейки огромной реки, которая называется Американская нация. Так давайте журчать в унисон, чтобы не портить журчание всей реки». Вот я желаю, чтобы мы все журчали в унисон, цаокошлили, чтобы не портить журчание того, что он может сделать. Спасибо. Спасибо, Олег. Спасибо. Это Михаил Саакашвили, который некогда пользовался на Западе большим авторитетом как инициатор революции РОС в Грузии в 2003 году. Михаил Николозович Саакашвили, президент Грузии с 2004 по 2007 год. И с 2008 до 2013 года. Украинский политический деятель, председатель Одесской областной государственной администрации. Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси, в интеллигентной грузинской семье. День рождения Михаила всегда вызывал легкий смешок и давал повод поиронизировать как самому Саакашвили, так и его противникам. Ведь родился политик в один день с другим знаменитым грузином, Иосифом Сталином. Отец Николоз Саакашвили работал медиком. Еще до рождения сына расстался с матерью Михаила и ушел в другую семью. Мать Гиули Алласания профессор, историк. Занималась изучением тюркских народов. Председатель Общественного союза Дом дружбы Грузии и Азербайджана является совладелицей многих образовательных учреждений Грузии. После развода с отцом Михаила, Алласания вышла повторно замуж за Зураба Каметяне. Отчим тоже занимался научной деятельностью, был профессором-психологом. Зураб принимал непосредственное участие в воспитании Михаила. В молодости Саакашвили увлекался плаванием и музыкой, посещал баскетбольную секцию. Лингвистические способности мамы передались Михаилу. В детстве он занимался изучением английского и французского языков при помощи репетиторов. Сегодня Михаил владеет не только грузинским, но и английским, французским, русским, украинским и испанским языками. миссия Путин что, может быть, я последний грузинский лидер, который с ним может говорить на русском языке и который может даже цитировать ему бесконечно Бродского, Есенина, Пушкина, Лермонтова, у него уже все классики, даже современных. Я хочу вам сказать, что я говорю по-русски намного лучше, чем теперешний премьер-министр. Хоть в этом я оказался прав. В 1984 году окончил среднюю школу с золотой медалью. В 1992 с отличием окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского университета имени Шевченко. В 1988 году Саакашвили был исключен из ВЛКСМ и отчислен из университета за распространение диссидентской литературы. Восстановиться в университете он смог только после прохождения в 1989-90 годах срочной службы в пограничных войсках КГБ СССР. Как стипендия от Госдепартамента США был направлен на обучение в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где в 1994 получил степень магистра права, учился в Страсбургском институте прав человека, а также в Академии Европейского права во Флоренции и в Гаекской Академии Международного права. Работал в Норвежском институте прав человека в Осло, в Нью-Йоркской юридической фирме Паттерсон, которая занималась правовым обеспечением нефтегазовых проектов в СНГ. В 1995 году вернулся в Грузию по приглашению своего друга Зураба Жевания. Был избран депутатом парламента от его партии Союз граждан Грузии, поддерживавший в то время президента Эдуарда Шеварднадзе. С 2000 года в биографии Саакашвили началось стремительное развитие карьеры. Сначала он стал представлять Грузию в Совете Европы. Затем в том же году его назначили министром юстиции. В 2001 Михаил был избран согласно мажоритарной системе в депутаты парламента Грузии. Он основал национальное движение, которое после стало организатором цветной революции. Смена власти, организованная Саакашвили, сыграла в биографии Михаила первостепенную роль. Основная масса населения на выборах 2004 года поддержала политического деятеля. В 2007 году Михаил Николозович объявил досрочные выборы в результате оппозиционных акций. На них в январе 2008 года Саакашвили повторно был избран президентом. Саакашвили возглавлял Грузию на протяжении двух президентских сроков. Он и его правительство провело огромные реформы, касающиеся всех сфер жизни граждан. Для начала необходимо сказать, что в момент его прихода к власти Грузия представляла из себя плачевные зрелища. Вся экономика была разрушена, свет и воду давали по расписанию, инфраструктура рухнула, социальная сфера тоже, пенсия насчитывала несколько долларов, а средняя зарплата несколько десятков долларов. Помимо этого страна была поделена между бандами, чьи интересы представляли вора в законе, полиция и система правопорядка существовали только на бумаге. После прихода команды Саакашвили к власти в стране были начаты обширные реформы во всех отраслях. Самая знаменитая, пожалуй, это реформа полиции, которая восстановила порядок, уничтожила преступность и коррупцию на улицах Грузии. Вот так вот в Грузии выглядят полицейские участки. Вот это, например, департамент патрульной службы полиции. В Грузии была реформирована медицина, создана с нуля система страховой медицины, было построено около 200 новых больниц и реконструировано множество старых, восстановлены из руин системы скорой помощи. Проведена реформа в налоговой сфере и сфере бизнес-администрирования. В итоге Грузия входит в топ-5 стран мира с самым минимальным налоговым бременем. Реформы коснулись энергетики. В Грузии при Саакашвили начали строительство 16 новых ГС. Страна из импортера электричества превратилась в экспортера электроэнергии. Страна увеличила ВВП в период его правления в несколько раз. Одной из последних его заслуг является мирный переход власти в руки нового правительства оппозиции. Имея множество ресурсов для этого он не пошел на фальсификацию выборов или силовое давление и передал власть победившей его оппозиции. Оппозиция грузинская мечта набрала 56% на парламентских выборах а партия Саакашвили единое национальное движение 44% так как одной из последних реформ правительства Саакашвили была реформа устройства власти то пост президента перестал играть после него значимую роль Грузия превратилась из президентской республики в парламентскую в отношении Саакашвили на родине заведено несколько уголовных дел он объявлен в международный розыск осенью 2014 года Тбилисский городской суд принял решение об аресте собственности бывшего грузинского президента 1 августа 2015 года Интерпол отказался объявлять Михаила Саакашвили в международный розыск по требованию Грузии в начале 2015 года Саакашвили был приглашен в украинский парламент где он был назначен советником президента он занимался расширением международной поддержки Украины готовил программы экономических антикоррупционных и военных реформ при этом курировал вопросы поставок вооружения запада для украинской армии в мае того же года его назначили губернатором Одесской области Саакашвили как и требуется перед новым назначением получил украинское гражданство в ряде главных задач на этом посту Саакашвили обозначил борьбу с коррупцией и преступностью пообещал внимательно следить за расходом бюджетных денег работой одесской таможни а также отремонтировать областные дороги на губернаторском посту новый глава региона создал множество информационных поводов заставляя СМИ регулярно вспоминать о нем первый громкий скандал произошел в 2015 году когда Саакашвили обвинил главу правительства Арсения Яценюка в бездействии а премьер-министр страны Арсений Яценюк тоже не хочет терпеть нападок со стороны Михаила Саакашвили последний обрушился с резкой критикой на главу Кабмина заявив о подконтрольности правительства олигархом Яценюк обвинение бывшего президента Грузии а ныне губернатора Одесской области назвал лживыми Затем политик устроил словесную перепалку с министром МВД Арсеном Аваковым Вы говорите как в таких случаях Вы так говорите Что значит Вы так со мной еще никто не разговаривал Я с вами буду так разговаривать Мне надо плевать как вы будете со мной разговаривать Вы будете от Суга вон и наплевать вам Арсен Я призываю вас к вежливости Но хуже уже не будет И бац бац В 2016 году было начато расследование в отношении Саакашвили якобы за нарушение военной цензуры Через год Саакашвили заявил о своей отставке с должности губернатора Одесской области В феврале 2018 года экс-президента Грузии депортировали в Польшу за нарушение миграционного законодательства Украины Невозможно человека лишить гражданства И вся вот эта юридическая шелуха которую сейчас обсуждают а правильно документ или неправильно а вот он был в Грузии а он не грузин а мы ему дали гражданство а потом не дали Слушайте но он у вас был губернатором Было достаточно юридических оснований чтобы считать его гражданство нормальным чтобы сделать губернатором одним из высших чиновников который руководил одной из важнейших областей А сейчас просто взяли и лишили понятно почему вышибли страны политического оппонента Я считаю что то что делает Саакашвили это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа как вы это терпите до сих пор он же человек который возглавлял был президентом независимого грузинского государства теперь носится там по площадям и кричит на весь мир я украинец и Украина все это терпит понимаете это ну просто так так жалко на это смотреть у меня сердце кровью обливается